Бородатый спортивный снаряд. Бородатый спортивный снаряд? Ну да. Ядро. Ядро бородатое. В Бразилии. В Португалии. Сан-Виталла Капа. Подошума. Привет, меня зовут Жек, и вы на канале Негодяй ТВ. Сейчас я приехал на чемпионат по футболу для маленьких детей. Меня пригласил мой друг. И вот я здесь. Я буду, наверное, общаться с детьми, задавать им спортивные вопросы. Можно я закончу, борты сделаю, переоденусь, я все, что... Давай отлипнем от папки. Чего не надо, если есть сила? Крови. Когда сила есть, чего не надо? Клабочки. Футбол. Ну как ты думаешь, братишка, давай просто порассуждаем. Почему так говорят? Зачем? Потому что могут поругать. Это очень серьезное заявление. И кассу не надо. Бить. Кого? Своих друзей. Ты красавчик, я с тобой согласен полностью. Сила есть, не надо бить своих друзей. Плохого. Дениться. Лучше бы так было, чем ума. Прикинь, ума говорят. Сила есть, ума не надо. Бородатый спортивный снаряд. Бородатый спортивный снаряд? Ну да. Ядро. Ядро бородатое? Кто это? Прямо в натуре бородатый? Тренер. Еще раз. Тренер. Это что такое? Тренер. А, тренер? Да. Бородатый спортивный снаряд тренер? Угу. Через него прыгают? Как думаешь, что это? Змея. Его назвали в честь одного животного, у которого есть борода. Рова. Кто? Рова. Это когда, ну, прыгают, у тебя есть такая борода большая, как у вас, и перепрыгивают мяч, и забывают голову. Заяц? Олей. Это борода означает, что надо перепрыгивать каждого противника. Вот это. Камень. Камень? Ну, это же не животное, братиш. Ммм. Да, ребят, это просто снаряд козел, через который прыгают. Ненастоящий козел, так называют его. Ну, что здесь смешного, ребят? Козел? Как называется игра с мячом дыней? Мячик не круглый, а в форме дыньки. Дыньки-торпеды. Как? Я знаю, ну, японский футбол, волейбол. Нет, братиш, волейбол, там мячик круглый, как и в футболе. Высокие передачи. Да что же за высокие передачи? О чем же ты говоришь, братишка? Как игра называется? Футбол. Рэгби. Рэгби. Кстати, насчет рэгби 25 и 26 мая будет Кубок Европейских Чемпионов. В Санкт-Петербурге снова Кубок Европейских Чемпионов по рэгби 7. Теперь соревнования из женских команд. Мы ждем вас в Петербурге на легендарном Петровском. Все идем на рэгби, потому что я буду там. Придете? Да. Хотя бы посмотрите на меня? Да. Да, да, да. Отлично. У меня затекла рука. Очень сложно снимать себя, ребята. Да. А как это затекла рука? Ты любишь в футбол играть, да? А родина? Россия. Какая страна считается родиной футбола? Россия. Нет, братишка. Зенит. Зенит? Это команда. Москва. Футбола. Родина футбола. Без вариантов. В Турции. В Турции? Да. В Бразилии. В Португалии. В Сан-Витал-Акапа. В Европе. В Франции. Я сказала в России. В Англии. В Англии, ребята. Как ты думаешь? Москва. Москва. Хорошо. Передача мяча в игре. Ну, в футболе. С щечкой. Как? С щечкой бью. С щечкой? Передаю. Или с щучкой? Подошима. Как? Подошима. Что такое подошима? Это когда вот так забивает гол. На японском? Да. Он тебе говорит, дай, пожалуйста, мне что дай? Мяч. Голевые передачи. Щекой. Гол. Брат. Ногой. Пас. Молодец. Давай расскажем всей стране. Давай по-братски. Всей стране расскажем. Что расскажем? Какой стеснительный человек. Пускай народ-то приводит детей к тебе, брат. Да, конечно. Ну, немножко, пару слов. Что ты такой стеснительный, брат? Пару слов. Пару слов. Да, по-братски. Дай вот хотя бы первый тур закончим, я тебе все скажу. А что скажешь? Ну, все, что нужно, скажу. Расскажу коротко. Коротко? Обещаю. В одно предложение надо просто. В одно. Козел, ребята, ну что? Так, что рассказать. Наша футбольная школа, футбол-энд. Мы набираем детей с трех лет. Вот. У нас идет общее физическое развитие детей. В каких районщиках есть? В районах в Петроградском районе, не в Красногвардейском районе, в Приморском районе. Металки у нас есть? Металостроя пока нет. Братиш, ну как? Это же наш райончик. Планируем, планируем, планируем. Я отключаю шармалочка. Все, я поснимал. Очень, конечно, неудобно снимать себя. Не то, что неудобно, это просто непривычно. Протрукай объектив. Ставьте лайки, дизлайки и всю эту остальную блогерскую, ютубовскую шалупонь. Что еще хотел сказать? В описании будет ссылка на футбол-энд. Вот на то, что мой товарищ из металлочки создал такую детскую футбольную движуху. Красавчик. А я пойду сейчас что-нибудь похалую. Все, спасибо. Ой, как рука отекла. Просто пипец, конечно. Йоу, всем спасибо. Первая игра для меня была хорошая, но из-за нереализованных моментов я не очень доволен. Что говорить? Что хочешь, брат, ты говори. Я сегодня хорошо играл и забил два гола. И голевые передачи были хорошие. Хотел забить гол, но не получилось. И угловых не подал ни одного. Почему у всех оранжевые футболки, а у тебя синенькая? Потому что у меня этой формы нет. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!